Алексей Зименков тянулся к творчеству с малых лет. Стихи он начал писать еще в школе. Затем нашел единомышленников и вступил в ряды литературного объединения имени Филиппа Степановича Шкулева, выдающегося поэта Подмосковья. Вот уже 35 лет он возглавляет шкулевцев, у которых сегодня юбилей. Должен пройти творческий вечер, посвященный 60-летию литературного объединения имени Шкулева. И одновременно, как вы знаете, это год литературы в России. И вот в связи с этими двумя датами мы решили провести литературно-музыкальный вечер. И проходит этот вечер под девизом «Шкулевцы землякам». Познакомить людей с жизнью и историей коллектива, дать возможность поэтам и музыкантам поделиться плодами своих трудов. Ради этого и собрались. На сцене представители совершенно разных возрастов. Но всех объединяет общая черта – страсть к творчеству. Литературное объединение Шкулева, которое начиналось как стихотворный кружок в московском коксогазовом заводе, сегодня насчитывает около полусотни участников. Большая часть, ни много ни мало – члены Союза писателей России. Когда я пришла в литературное объединение имени Шкулева, я там обрела друзей, с которыми до сих пор в близких отношениях, советчиков. Как утверждают шкулевцы, уровень современной литературы невысок. Желание переносить эмоции в слова не получает нужной финансовой поддержки. Но, по мнению Алексея Зименкова, это не повод терять вдохновение. Творчество – это свет, который светит. И если этот свет не светит, то наша жизнь постепенно погружается в сумрак. Путь поэта всегда был тернист, но в запасе у шкулевцев верные друзья – муза и вдохновение. И главное правило всех литераторов – ни дня без строчки. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.